Дай почитать. Дай почитать. Дай почитать. Всего в книге три главы в хронологическом порядке – вторая половина XVIII века, первая половина XIX и вторая половина XIX века. И в каждой шесть-семь историй. Именно историй – и владельцев, и архитекторов, и строительства, и зданий. Например, дворец Вяземских в усадьбе Оставьева. Почему такое название? Великий Пушкин приехал к своему другу, князю Петру Вяземскому. И последний загадал. Какое первое слово скажет великий гость, так он свое имение и назовет. «Оставь его, братец!» Александр Пушкин махнул рукой слуге, схватившему багаж. Так и появилось название усадьбы Оставьева. Но это всего лишь красивая легенда и игра слов. Как же без этого? О романе графа Льва Разумовского и княгине Марии Голицыной говорила вся Москва. Их брак стал настоящим скандалом в обществе. Ходили сплетни, будто граф выиграл княгиню в карту ее мужа. Так это или не так, но остался чудесный дворец Льва Разумовского на Тверской. А очаровательный дом Виктора Васнецова в Мещанском районе Москвы или дом Сергея Третьякова на Гоголевском бульваре. Что ж, 19 раз мы вместе с Яной Сорокиной откроем двери московских домов. Удивимся их великолепию и радушию. 12+. Дай почитать.